всем приветики я хотел бы вам рассказать о том как я избавился от танзелитной пробки но что это такое поймут наверное только те у кого есть этот самый танзелит получается что собственно наверное видео и для таких людей у кого такая проблема вот и получается что у меня иногда выходили такие маленькие кусочки танзелитной пробки такие белые беловато-желтенькие вот а потом в какой-то момент начала в горле что-то мешаться я даже не думал что это танзелит просто пошел к лору сказал что вот у меня там в горле что-то мешается посмотрите он посмотрел горло типа ничего не воспалено все все нормально и сказал чтобы я полоскал ромашкой фурацелином каким-нибудь противомикробным попрыскал типа думал может у меня там микробы вот но это делал не особо не особо помогало но я заметил что когда выходили маленькие кусочки танзелита вернее танзелитной пробки то вроде как полегче становилось в горле и не особо оно мешалось что-то в горле вот я думал может быть ну это из-за танзелита но я не знал где он находится просто слышал что вот когда из горла выходят такие кусочки это танзелитной пробки ну соответственно танзелит у человека значит то что моей маме такое было и там промывали промывали где-то там какие-то пазухи и из них выходили вот эти как раз такие кусочки потому что мне тоже из горла выходили кусочки она пошла к врачу и промыли и оттуда еще больше вышло вот и они перестали выходить потому что их типа вроде как вымыли и я вот поэтому я об этом знал а тут я вот вчера решил просто глянуть ну посмотреть что мне делается в горле может что покраснело или что такое потому что как-то ну чаще стало в горле ощущаться я смотрел вроде все нормально но я сжимал горло и заметил что у меня там белый кусочек получается я сейчас покажу как я сжимал получается вот так смотрел горло видел что ничего красно ничего красного нету потом заметил что у меня там какие-то вот по бокам какие-то такие ну бугорки я сжимал горло чтобы они выдвинулись и лучше их рассмотреть вот в этом бугорке как раз из дырочки то что видно дырочка торчал белый кусок он он из той дырочки там видно дырочка такая из нее торчал белый кусок и и на меня дошло что вот они те самые пазухи потому что слева такая и справа и я понял что это те самые пазухи и вот из них из одной именно вот левая была чистая а из правой торчал кусок он наполовину торчал на половину где-то там внутри был я решил попробовать его чем-то достать взял зубную щетку и вот краешком начал давить вот так вот ну получается жал горло чтобы она из такого состояния стало таким это чтобы она повернулась чтобы она такое повернулась и когда так повернулась лучше столовина я начал поддавливать ну вот видно когда я давлю она уж так немножко когда давлю она уж немножко поворачивается вот вчера тоже там торчал кусочек такой я даванул но не сильно легонечко она и как раз таки она повернулась и этот кусочек оттуда вылез и он даже не упал он как-то прилип к небу и я просто по небу щеткой это тащил до самых зубов она почему-то не падала и замуж что на все слизистая была и держала держалась за неба это щел до завод и достал этот кусок был миллиметра восемь то есть он был почти что почти что сантиметр он был огромный и та часть которая торчала наружу она была белая беловато-желтенькая такая даже наверное больше белая а та которая была дальше она была чуть ли она белая была белосерая чуть ли не серая то есть получается то что выходило это снаружи было кусочки вот эти а то что было серая но получается то что у меня кусочки выходили они как раз таки от этого вот большого отламывались а то что дальше внутри была серая она там уже получается было годами нож посерела а тут она вышла я увидел что дырочка я начал тянуть горлом так вот и получается она как будто и но знаете такое вот когда в горле шеетят где-то как сопля собирается это такой тянешь и так вот типа вот тянешь и она выходит так и тут тянешь сжимаешь горло чтобы она как будто бы изнутри тянешь вакуум создаешь и вот когда я так делал у меня из этих пазух начали маленькие кусочки выходить тоже серые в итоге они все по выходили даже чуть-чуть немножко такая еще выходила слизь такая немножко с кровянками небольшими я потом прополоскал фороцелином и все и у меня сейчас чистая пазуха видно там такая дырочка и она уходит внутрь а вчера там торчал белый кусочек то есть я сам достал потензилительную пробку но прям сильно давить не надо а легонечко потому что я легонечко нажимала все потому что если сильно давить она может наоборот уйти туда внутрь и тогда уже действительно придется к врачу идти чтобы как-то выковыривали или операцию делали потому что по идее она должна выходить естественным путем а если туда вдавить она может спрессоваться и уже не выйдет естественным путем я просто получается чуть-чуть подтолкнул и все потому что он такой огромный был что он очень медленно выходил прямо вот после этого пополоскал фороцелином и все и все нормально так что если у вас такая пробочка тоже то вы в принципе можете попробовать так вот подавить может быть у вас выйдет и все будет хорошо но если не идет не надо прям со всей силы давить потому что ну можно сделать хуже вот именно этой такой вот своей историей хотел с вами поделиться потому что я раньше не знал где находятся эти пазухи откуда у меня эти белые кусочки выходят а вчера я их случайно увидел когда горло рассматривал и достал так что ну так можно от них легко избавиться вот но на этом все всем пока до вам